Я знаю, что значит на другую квартиру, то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право. Выразительные и уродливые маски из Папьямаше отражают единственную эмоцию жителей уездного городка – страх. Он отпечатался и застыл во взгляде. Эти лица маски почти лишены привычного человеческого облика, равно как и персонажей своей духовности. В этом обществе ценят мещанство и услужливость. Исполнитель роли Городничева, актер Олег Романов рассказывает, что работать под такой громоздкой маской непросто. Многое приходится передавать пластикой и голосом, чтобы донести до зрителя все те трансформации, которые происходят с его героем. Наверное, как и все люди, и высокопоставленные люди, они все разные. Дома одни, на работе другие. К концу он совсем уже запутывается и в себе, и в среде. Весь мир меняется, рушится, переламывается. В голове у достаточно уже зрелого человека, городничего, который повидал много чего. Пороки общества обнажаются с приездом ревизора. Самозванец Хлистаков устраивает городу встряску. Родион Михно считает своего героя ловким, ярким на эмоции, глуповатым, но не злым. Он скорее жертва обстоятельств. Он больше выдумывает и хочет просто-напросто насладиться моментом жизни, поймать кураж. Он делает все от чистого сердца. В спектакле много смешного. Режиссеру Игорю Казакову удалось сохранить накал гоголевского комизма и сделать его визуальным. Постановщик убежден, смех – великая сила. Через него в сознание проникают любые идеи. Юмор позволяет рассказать о том, о чем так сложно и неприятно говорить в лоб. Ты как бы смеешься, а потом до тебя доходит только. И причем гоголь – великий манипулятор, потому что он ставит человека в такие обстоятельства, когда ты являешься осуждающим, а через мгновение осуждаемым самим собой. Кстати, в афише спектакля указано. Постановка рекомендована с 18 лет. В последние годы в репертуаре Карельского театра «Кукол» все чаще стали появляться спектакли для взрослых. Так, «Сад» и «Сираной до Бержерак» пользуются большим успехом у публики. На очереди – «Ревизор». Билеты на ближайшие спектакли 1 и 2 июля уже раскуплены. Виктория Швецова, Александр Колобов, Служба новостей.